МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Мастера своего дела. Сегодня машиностроители отмечают свой профессиональный праздник. Мама вместо воспитателя в столице Чуваши работает в семейный детский сад. 15 лет в строю в национальном музее выставка военно-исторического клуба «Русский егерь». День машиностроителя – праздник для многих промышленных предприятий. Его отмечают в нашей стране с 1980 года. На торжественном собрании по этому поводу в столице Республики поздравляли профессионалов своего дела. Машиностроение – крупнейшая отрасль экономики. Она занимает 20% в структуре промышленности страны. На территории Республики тоже работает масштабный кластер, объединяющий многие предприятия. Не случайно именно в столице Республики был установлен памятник машиностроителю. Экра и Лара, концерт-тракторные заводы, Чувашкабель – эти предприятия известны на всю страну и за ее рубежом. Все они входят в престижный топ-лист так называемых миллиардников. К таким же объемам производства подходят и другие промышленные предприятия, например, в НИИР Прогресс, АБС-ЗИМ, Авторизация, Фроста. Этих результатов коллективы добиваются в сложных экономических условиях, что особенно ценно подчеркнул глава Республики Михаил Игнатьев. С учетом всех тех разработок, которые на сегодняшний день в работе, не только там на бумаге, они реально новые машины появляются, они на сегодняшний день испытываются, проходят определенную сертификацию. И я практически рассчитываю на вас, что мы в перспективе выстрелим на российском уровне, на рынке даже стран Евросоюза, стран СНГ, и будем продавать качественные наши продукции для того, чтобы привлечь инвестиции за пределами Чувашской Республики. Александр Наумов теперь заслуженный изобретатель Чувашской Республики. Благодаря его разработкам производство во многом работает рационально. Занимался всю жизнь РЗА, релельная защита автоматика. Достаточно уже давно являюсь каким-то руководителем, а у руководителя должно быть чувство нового. Иначе смысл нет ни в работе, и не будет никакого успеха, естественно. Мужской профессией владеют и женщины. Марина Суина отдала любимой работе почти 10 лет. Лично у меня очень много интересных воспоминаний. У нас очень интересный завод, очень интересно на нем работать, вообще жить в нем. Мужской мне очень даже легко. Мне кажется, даже проще, чем с женщинами работать. Стратегия развития машиностроения опирается сейчас на импортозамещение. Двигаясь в этом направлении, предприятия могут выйти на новый уровень производства и занять свои ниши на рынке. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. Подготовить квалифицированные рабочие кадры для промышленности к этому стремятся учебные заведения Чувашей. На базе Чебоксарского электромеханического колледжа уже многие годы работает учебный центр Международной корпорации ХААС, где ребята учатся основам работы на станках с числовым программным управлением. Поэтому не случайно первая образовательная ЧПУ-конференция проходит именно в этом учебном заведении. Подробности в нашем материале. В ней принимают участие преподаватели учебных заведений и специалисты машиностроительной области. География участников широка. В Чебоксарах собрались представители не только России, но и других стран Латвии и Казахстана. Всего около ста человек. Конечно, очень интересно узнать все новинки и обменяться опытом с нашими коллегами по производству данных станков. Обменяться опытом, получить какие-то новые идеи, решение, получить, может быть, решение наших проблем и дальше работать. Новейшие технологии в сфере машиностроения, обзоры рынка металлообработки, вопросы приобретения оборудования и подготовки молодых кадров. Специалистам было о чем поговорить. Необходимо готовить специалистов, которые потом работают на станках с программным управлением, работают на автоматических линиях. Для того, чтобы правильно учить, используя этот опыт, они могут адаптировать своих территорий, своих учебных заведений и значительно быстрее получат тот результат, который они планируют. Подобных центров в России всего около 30. В рамках конференции пройдут мастер-классы по работе с современным ЧПУ-оборудованием для производства. ЧПУ-оборудование является одной из главнейших частей любого производства, а производство является одной из важнейших частей экономики любой развитой страны. В связи с этим мы активно поддерживаем подобные конференции, чтобы преподаватели подобных колледжей, как этот, могли поделиться между собой мнением и улучшить свою работу в будущем. Востребованность в специалистах, умеющих работать на станках ЧПУ, в республике большая, считает исполняющий обязанности председателя кабинета министров Чувашии Иван Моторин. Это важно сегодня для развития в целом республики. И я надеюсь, что следующая конференция даст дополнительный толчок для развития данного управления. И самое главное, позволит нам создавать высокопроизводительные рабочие места. Сотрудничество производителей в области машиностроения и профильных учебных заведений дает результат. Выпускники, получившие специализированное образование, сразу же находят себе работу. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Федеральные государственные образовательные стандарты меняют подход к обучению в школах, сделав образовательный процесс двусторонним. Подробности в нашем сюжете. Это раньше на уроке говорил в первую очередь учитель. Теперь равным участником становится и ученик. В соответствии со стандартами, педагоги обязаны развивать в детях индивидуальность и способность к самообучению. Диалог взрослых и школьников выстраивать нелегко. Этому тоже надо учиться. Сегодня 25 учителей из Чебоксарского и Цивильского районов провели целый день в Атлашевской средней школе. В программе урок чувашского языка. Все эти учителя находятся сейчас на курсах повышения квалификации, организованных Республиканским институтом образования. На конкретных примерах педагогов учат, как выстраивать взаимоотношения с учениками, налаживать обратную связь, наконец, получать отдачу в виде знаний, приобретаемых на уроке. У них взаимный контакт идет. Не только учитель разговаривает на уроке, но и дети с учителем. Вот диалог такой непрерывный идет. И вот эта программа и очень нравится. Наверное, не только учителям, но и детям. Они не сидят, они не молчат, они вот свое мнение высказывают. Это очень приятно. Активность на уроках только поощряется. Учителя рассчитывают, что это не даст их воспитанникам скучать и поможет улучшить школьный материал. Переход на новые стандарты – процесс длительный и непростой. Но результат стоит того, ведь речь идет о знаниях. Алексей Табинов, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. И в продолжении темы в зоне особого внимания – дети с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня глава Чувашии побывал в Ибресинской специальной общеобразовательной школе-интернате, чтобы посмотреть, в каких условиях учатся воспитанники. Здесь обучается около ста детей с проблемами здоровья из 11 районов республики. У них своя образовательная программа. Глава Чувашии прошелся по учебному корпусу школы-интерната. В это время здесь шли занятия. Понятно, что основное внимание педагоги уделяют трудовой подготовке. Воспитанники учатся столярничать, шить, выращивать овощи. Причем в равной степени этим занимаются и мальчики, и девочки. Одним словом, создаются все условия одинаковые, как в любой другой общеобразовательной школе. Понятно, контингент этих детей непростой, с ограниченными возможностями и рядом других определенных ограничений. Но работники сегодня работают, министр образования отслеживает, контролирует. И мы практически территорию должны благоустроить. И с каждым годом, потихонечку, значит, поэтапно должны двигаться дальше, для того, чтобы эти дети на самом деле могли самореализоваться после завершения учебы в данном учреждении. Это самая главная наша задача. Гончарная мастерская, кабинеты музыки и компьютерной грамотности, сенсорная комната, где занятия проводят психологи. Все это идет на пользу воспитанникам школы-интерната. Настоящие чудеса творит арт-терапия. Вот этот мальчик вообще не умел говорить. Говорить, да. Сейчас, Ваня, ты можешь говорить? Ваня, да. Ну, говори, что-нибудь скажи-ка. Вот он. Ну, что-нибудь скажи. Где вы заколотные? Здравствуйте. Ага, колоколы хатрахала. Благодаря федеральным программам в интернате появилась модульная котельная, спортивная и детская площадки. Основную задачу мы поставили, конечно, обеспечить теплом и горячей водой. Эту задачу решили. Но главная задача не только тепла, а еще создать условия для занятий спортом, сохранить укрепление здоровья. И вторую задачу сегодня, мне кажется, мы решили. Здесь площадка замечательная на открытом воздухе и подвижные именно прежде всего занятия можно здесь проводить. Поэтому, я думаю, вот этот комплекс сохранит и укрепит здоровье наших детей. Юлия Вашинина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Получать зарплату, нарабатывать профессиональный стаж и при этом воспитывать детей дома. Это не мечта, а будни родителей, которые открывают так называемые семейные детские сады. Пилотный проект запустили еще в 2009 году. С тех пор таких садиков становится все больше. Один из них работает в столице Чувашии. Вместо воспитателей – нянечки, мама, папа и бабушка. Вместо участка в детском саду – детская площадка во дворе. Вместо группы – квартира. Все остальное, как в обычном детском саду. Режим, игры, питание, занятия. Ознакомьтесь, семейная детская дошкольная группа семьи Молодцовых. За 10 лет родилось 7 малышей. И с 13-го года постоянно руки в таком положении. Говорят, когда вы спите? Да мы не спим, можно сказать, ни днем, ни ночью. Но это такая радость, когда мы, на самом деле, вот эти вот малыши, они насыщают нас здоровьем, силой, энергией. Сейчас в семейном саду трое малышей, остальные уже школьники. Многодетные родители говорят, создать группу решили сразу, как узнали о такой возможности. Я занимаюсь с детьми, как обычно, вот все мамы занимаются. Гуляем, кушаем, книжки читаем, играем как-то, что-то там рисуем. Клеим, ну, по чуть-чуть все. Мы занимаемся, и дети находятся со мной целый день. И это очень удобная форма такая, поддержки многодетных именно семей. Потому что многодетная мама, это, я считаю, что это вообще особенная такая, особенный статус, да, или должность мамы. Семейные детские сады создаются на базе традиционных дошкольных учреждений, как правило, близлежащих, и являются их структурными подразделениями. Один из родителей оформляется на должность младшего воспитателя. Он получает заработную плату, компенсацию за питание детей, накапливает профессиональный стаж. Воспитанники семейных групп могут ходить в садик, за которыми закреплены, к примеру, на праздники и занятия. Профессиональные педагоги помогут с методической литературой. Семейную дошкольную группу может любой родитель открыть, у кого дети дошкольного возраста не менее трех детей. Если нет трех детей, двое, например, может с подругами, как это говорится. Если кто-то даст согласие на воспитание, тоже может организовать. Но не менее трех детей обязательно должно быть в этой дошкольной группе. Родители, которые хотят организовать семейную дошкольную группу, могут обратиться в управление образования с этой просьбой, заявлением. Управление образования создает комиссию, посещает дом, где находится эта семья, пишет акт. Действительно, содержание этих детей в этой квартире достойно. Специалисты отмечают проблему очередей в дошкольные учреждения. Такие сады, конечно, не решат. Это скорее форма поддержки многодетных семей. Однако в некоторых населенных пунктах создание таких групп – реальный выход из положения. В каждой деревне садик не построишь, когда детей дошкольного возраста, допустим, пять детей, трое детей даже может быть. Поэтому вот эта новая форма, она должна получить свое новое возрождение, новое развитие. Мы предполагаем, особенно она должна будет развиваться в Валатарском районе, Козловском районе, Кмасомольском районе и в ряде других районов, где очень низкий охват пока детей дошкольным образованием. Иными словами, у семейных групп явно есть будущее. Ну а семья Молодцовых закрывать свой садик не собирается. А на семи детях они решили не останавливаться. Ольга Пырочкина, Татьяна Реевская, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Управлении архитектуры и градостроительства столичной администрации прошло заседание градостроительного совета. Специалисты рассматривали проект застройки микрорайона Мега-Сити. В повестке дня один вопрос рассмотрения эскизного проекта застройки микрорайона Мега-Сити, ограниченного улицами Калинина, Текстильщиков и Яковлевой. Застройку микрорайона предполагается вести 13-15 этажными домами. В микрорайоне запланирована школа на тысячу учащихся и два детских сада на 500 воспитанников в обоих. Планируется, что здесь построят 358 тысяч квадратных метров жилья. 15 лет в строю. Так называется выставка, которая открылась сегодня в Чувашском национальном музее. Она посвящена деятельности военно-исторического клуба «Русский егерь». 15 лет назад в школе номер 62 был создан кружок, задачу которого входило приобщить школьников к военной истории и исторической реконструкции. Через 15 лет кружок трансформировался в региональную молодежную общественную организацию военно-исторический клуб «Русский егерь», который сегодня базируется при Чувашском национальном музее. Клуб занимается вопросами военно-исторического прошлого Чувашской республики. За это время русский егерь накопил опыт в области исторической реконструкции, воссоздания униформы, доспехов, быта отдельных представителей военных сословий, связанных с Чувашей. Вот эта вот выставка, она имеет целью показать, вот именно познакомить жителей Чуваши именно с различными эпохами историческими. Здесь представлено вот пять эпох, связанных именно с военной историей Чувашей. Здесь можно посмотреть образы униформы, снаряжение, амуниции. Можно посмотреть, какой выглядели лагерный быт и посмотреть некоторые фотографии вот именно с исторической части, скажем, с места боев. Здесь представлены эпохи раннего средневековья, классического средневековья, 13 век. Это 17 век Чебоксарский стрелецкий гарнизон, отечественная война, 1612 года, 49-й егерский полк и, соответственно, Великая отечественная война. Участники клуба приняли участие в более чем 60 военно-исторических фестивалях. Они являются организаторами пяти фестивалей на территории Чуваши. Часто участвуют в показательных мероприятиях, таких как Парад Победы 9 мая. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков. В завершении выпуска важная информация. 25 сентября бизнес-омбудсмен Владимир Иванов приглашает предпринимателей к диалогу. Административные барьеры мешают развиваться бизнесу? Есть противоречия с органами власти в связи с ведением бизнеса? Если ваши права и законные интересы нарушены органами власти, приходите на встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в общественную приемную президента России. Она находится по адресу город Чебоксары, улица Ленинградская, 36, здание МФЦ, второй этаж. Встреча пройдет с 13 до 15 часов. Записаться на прием можно по телефону 38 0902. Новый сезон, обновленная команда. Завтра в спорткомплексе ЧГПУ на Пирогово стартует этап Кубка России по баскетболу. В нем примут участие и чебоксарские ястребы. 25 сентября начало игр. Ястребы выйдут на площадку в 18 часов. В субботу и воскресенье наша команда играет в 3 часа. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!